привет всем и добро пожаловать на мой канал с вами я как всегда Алексей благодарю вас что заглянули ко мне итак мы с вами проходим бесконечное лето читаем и уже у нас тут идет затмение так сказать первого прохождения за лису уже концовочка у нас вышли мы на финишную прямую по концовочке шестой день и что же успела тут уже произойти за начало этого шестого дня семенам а произойти успела то что кибернетики семену дали интересный сверток который вызвало семена любопытство естественно он не мог не подглядеть что же там в этом свертке а оказалось что там бутылочка водки в этом свертке лежала да не просто а столичный семен должен был на сестре и передать вместо кибернетиков но он сделал одну хитрость он оставил водку себе прилив ее в бутылку пластиковую бутылку из-под душеса и спрятал ее к себе под кровать а в бутылку из-под водки налил воду из-под цветов да вот такой вот он бяка на что поделаешь каждого как говорится свои тараканы в голове да не нам его судить ну ладно если хотите узнать подробный сюжет того что было прошлой серии да и да и до той серии которые первые там самое начало посмотрите кто на меня недавно подписался тоже будет что посмотреть там тоже есть кое-что интересное вот но я буду читать дальше и так семён нас прилег тут отдохнуть не знаю не помню уже после завтрака или после обеда ли тут к нему зашла алиса неожиданно в домик и вот она тут стоит грустная хмурая чё-то она от него хочет от семена вот он рассуждается он себе ее голос звучал спокойно и совсем не вызывающе голос алиса смысле чё-то она ему уже успела сказать я поймал себя на мысли что не боюсь ее не испытываю никаких опасностей когда она ведет себя вот так нормально зачем хочу все прояснить она села на кровать напротив что именно чтобы исключить всякое недопонимание недоговорки хорошо я только за ты сегодня говорил с леной да о чем да ни о чем не врит алиса казалось скованной и взволнованным она сидела положив ногу на ногу и кусала губы ты же понимаешь что мне что я в любой ситуации оказываюсь виноватым потому что так и есть неосторожно обронил я в ее глазах сверкнул огонек но продолжила алиса также спокойно может и так но в данной ситуации у нас селены всегда так она ни при чем даже если сама кашу заварить а все шишки сыплются на меня ты хочешь сказать что ли она вообще не очень понимаю о чем ты ты вечно ничего не понимаешь спалила она странно я бы себя не назвал недогадливым так объясни ты же знаешь что нравишься лени после этих слов она покраснела нет искренне ответил я ну теперь знаешь теперь знаю комнате повисло тягостное молчание ой семка какой же ты недогадливый да наверняка многие из вас уже поняли да что к чему ладно продолжаем читать я переваривал сказанное алиса похоже не знала как продолжать разговор я нравлюсь лени мог ли я догадываться о подобном вряд ли обычно у меня хорошая интуиция но когда дело касается лично меня моих чувств она не работает совсем самым странным тут было то что я воспринял эту новость почти без волнения сейчас я слушал алису и был сосредоточен только на ней остальное же можно было обдумать потом и она думает что я тебя у нее уведу она постоянно так думает понимаешь хотя всегда все совершенно наоборот все смотрят на нее потому что она такой ангелочек а на меня внимание не обращают если только поплакаться приходит алиса сорвалась на крик слушай я не надо так расстраиваться я вот так не считаю например конечно я никак не мог понять что вынудило ее на такую откровенность к тому же не знал как реагировать более того я совсем не был взволнован как будто смотрел очередной эпизод какого нибудь сериала и происходящее в этой комнате было по ту сторону экрана я понимаю что стал причиной всего этого сегодня Лена говорила что все в порядке это очень похоже на нее ты же уже наверняка понял что она не такая тихоня как и хочет казаться догадывался если я что то могу сделать скажи алиса подняла на меня глаза только сейчас я увидел что ее лицо было заплаканно в глубине души появилось смутное беспокойство волнение я уже не мог воспринимать этот разговор отстраненно тебе нравится Лена или нравлюсь я наверное такого вопроса стоило ожидать но я к нему оказался не готов так сразу конечно Лена милая но у Алисы тоже есть свои плюсы да и такая какой она предстала передо мной сейчас она составит Лене серьезную конкуренцию я вас еще толком не знаю такой вопрос мне сложно дать прямой ответ если бы я мог сказать нет я бы сказал не колеблись но и для другого ответа у меня был только один шанс а как выбрать правильно я пока не знал ух вот он попал а прям любовный треугольник какой то даже хотел чтобы эта ситуация разрешилась конечно но почему опять но почему опять почему 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 слушай мы так ни к чему не придем тогда отвечай ее лицо приняло обычное выражение наглости надменности мне нужно подумать подумай подумай Алиса резко встала и направилась к выходу не забудь что на вечер у нас с тобой планы улыбнувшись сказала она спорога я не успел ничего ответить как за ней закрылась дверь да планы какие еще планы ощущение от разговора с Алиса осталось тяжелое я нравлюсь Лене одна эта новость уже могла ошарашить и ввести вступок так еще меня поставили перед выбором который сделать мягко говоря непросто любое мое решение будет для кого-то ошибочным если бы я мог отказать обеим хотя само это слово отказать мне совершенно не нравилось если бы я мог однозначно ответить нет на ее вопрос было бы проще однако я понимал что так не получится после разговора с Алисой стало понятно что все уже никогда не будет таким как прежде просто не может быть при любом исходе и придется что-то решать раз я отмел вариант с полным отказом то надо выбрать положительное решение если конечно оно будет приемлемо для меня но я был уверен что из всего множества исходов есть такой который не просто устроит тех а именно такой к которому я сам буду стремиться и выбор на первый взгляд очевиден вен красивая милая добрая но с другой стороны в Алисе было что-то такое что меня притягивало упс внезапно дверь распахнулась и вошла Ольга Дмитриевна так знаю что не вовремя прерываю серию но разборки с Ольгой Дмитриевной мы будем уже читать в следующей серии а пока чтобы следующая серия вышла побыстрее пожалуйста не поленитесь подписаться на меня поставить лайк не разумеется нажать на колокольчик те кто только только на меня подписался не забудьте на него нажать и обязательно выберите под меню колокольчика все уведомления чтобы точно не пропустить моих новых видео ну а я на этом с вами прощаюсь продолжим в следующей серии всем пока всем пока Субтитры сделал DimaTorzok я